Как в наше время говорят некоторые люди, как вы можете верить в тот свет? Там что, кто-нибудь был, что ли, чтобы вам рассказать, что там ждет и так далее? Слышали, да, такие слова? Заявление этого человека, братья, знаете, подобно заявлению кого? Ты приходишь и говоришь, например, что ребенок появляется по причине слияния мужского семени, попадая в яйцеклетку женщин. Человек говорит, это неправда. Там кто-нибудь был, тебе говорит, кто-нибудь это своими глазами видел? Оттуда кто-нибудь вернулся? Вы про этого человека что скажете? Дядя, лечиться надо тебе, правильно или нет? Однако говорит, этот человек, нет, я в это верю, говорит. Потому что таким образом, почему? Об этом же врачи сказали. Аллах говорит, тебе врач сказал, ты веришь. А создатель всех врачей, и не только врачей. В истории всего человека, если тебе говорит, и ты не веришь. Как помните, на прошлых уроках мы говорили про атеистов, насколько ужасно их положение. Он говорит, опираясь на свой разум, я понимаю, что нету Аллаха, говорит, или нету Господа. Аллах подарил тебе этот разум, наделил тебя и сделал тебя существом, отличающимся от животного. И ты на основе этого подарка отрицаешь наличие вагиба, аль-вахаба, того, кто подарил тебе этот разум. В Аллах, братья, это ничто, кроме как высокомерие. Вот тот, кто говорит, что-нибудь кто-нибудь там был, и так далее. Аллах, это просто кибр. Высокомерие. Братья, я побуждаю каждого брата, каждую сестру, когда вот такие люди умирают, если они себя называли мусульманом, не ходите на ее джаназа. Вот если вы знаете, просто вот такие слова мы слышим от страны тех, кто у себя считает, говорят, мы мусульмане, и вот такие слова говорят, просто не ходите на его джаназа. Откажитесь, позовут родственники, нет, не пойду я на джаназа. Он не верил в раю, не верил в вату, не верил в судный день. Попробуйте, начните это практиковать. Точно так же я побуждаю братья, имамов в мечети не совершать за таких джаназа. То есть, если ты имам мечети, тебя позвали, ты знаешь, что человек такие слова говорил, не ходи за него джаназа. Точно так же, как побуждаю имамов в мечети не ходить джаназа читать за тех чиновников в их республике, который воевал с исламом, не разрешал хиджабы носить. Не ходите за них. И вы не будете преследоваться. Нет у вас, в наших конституциях, в странах СНГ нету такого закона, что преследуется имам за то, что отказался за кого-то джаназа читать. Нет, нет, не ходите. Вот этот не разрешал джаназа платок носить, не пойдем за него джаназа читать. Вот этот вот так вот так делал, не ходите, просто откажитесь. И вы увидите, начало, причиной какого добра вы станете. То есть причиной распространения какого добра. Просто отказывайтесь от этих людей, все молиться. Мы не будем за него джаназа читать и не понесем его на мусульмане. Те, кто мусульмане, остальные, не несите его на мусульманское кладбище. Мы его не будем хоронить. И это, братья, не преследуется, никаком законе нету за это статья. Ни административное разрешение даже не читается. Просто скажи, я не хочу за него джаназа читать и все. Я не хочу его на кладбище нести и все. Понимаете, братья? А когда вот эти люди говорят, кто-нибудь там был или воюет с исламом и так далее, и мы идем и за него джаназа читаем и так далее, поэтому, братья, они набираются смелости так себя вести. Аллах, субхану алия, говорит, братья, не надо забывать, то есть те люди, которые молятся за таких, должны вспоминать про Яд, где Всевышний Аллах говорит, не склоняйтесь на сторону беззаконников, дабы вас не коснулся огонь. А если ты боишься, что обо мне люди скажут, а что мне другие чиновники говорят, а вдруг меня уволят с поста имама Всевышний Аллах говорит, нет у вас покровителей и помощников, кроме Аллаха, и вам никто не окажет поддержки. Братья в Тавсире, Шейх Асаади сказано, про это таят у правоверной. Если вы станете потакать грешникам и соглашаться с их несправедливыми поступками, и останетесь довольны их заблуждением, которое они исповедуют, то вас поразит адский огонь. И тогда никто не поможет вам избавиться от наказания Аллаха, отбрести хотя бы малую долю Божьего вознаграждения. Никто не защитит вас от лютой кары после того, как она коснется вас. Это откровение предостерегает правоверным склоняться на сторону нечестивцев, примыкать к ним, одобрять их злодеяния, удовлетворяться их несправедливыми воззрениями и поступками. В пример, допустим, можно в наше время привести тех, кто поддерживает и молчит об излишестве в вопросах обвинения мусульман в неверии или в вопросах Джараха, правильно? То есть, когда видит кто-то, у нас есть такие некоторые требующие знания в арабских странах, видит, что какой-то шейх реально все границы перешел в Джарх и Агалисуна и молчит, а то вдруг мне достанется. И в странах СНГ тоже были требующие знания, и до сих пор видят, что на какого-то требующего знания лгут и молчит. Потому что если я начну говорить, и мне достанется. Не склоняйтесь к несправедливым людям. Вас коснется огонь. И если мучите наказание вечно тем, кто склоняется в сторону нечестивца, просто склоняется, умалчивает о его нечестии, то что можно сказать о судьбе самого нечестивца? Говорит шейх Абдурахман Сааде, у Аллаха упаси нас от несправедливости и от беззакония. Аллаху Субхану Талли говорит, они сказали, есть только эта мирская жизнь, и мы не будем воскрешены. Это сообщение о том, что они отрицали воскрешение. Это есть те слова, которые Всевышний Аллах сказал, что если бы они вернулись, то они бы сказали это. Вот именно такие бы слова сказали, что мы не будем воскрешены. Иисус Абдурахман Сааде, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok